Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 8 сентября 2020 года. Мне прислали вот это видео в Однокласснике. К сожалению, скачать его почему-то не удается, поэтому я делаю запись с экрана. Это касается всех нас, пенсионеров. Очень хочется разобраться в этом вопросе. Если кто знает, как писать подобные заявления в Пенсионный фонд, пожалуйста, сообщите, дайте ссылку. Я сама тоже хочу пройти этот путь и написать подобное заявление, как сделала эта женщина. Чтобы узнать, какие счета проходят через мой пенсионный счет и кто такие опекуны там у меня образовались, я очень хочу разобраться, посмотреть в глаза этим опекунам. Было написано в Пенсионный фонд РФ в области заявление о том, чтобы мне пересчитали пенсию, выплатили пакет документов, это само пенсионное дело, выплатное дело, отчет по СНИЛСО и отчет опекунов, которых не назначил Пенсионный фонд. Это было написано заявление. Но, к сожалению, только через 40 с лишним дней я за скандалом получила выплатное дело. И что интересно, в нем находятся 53 страницы. Официально подпись есть, все есть. 53 страницы. Но, когда я начала открывать это дело, у меня здесь копия 76 стоит. Там было еще 78 страниц. Где остальные страницы? Интересно. Их нет. Я написала заявление, прошу ознакомиться с оригиналом, и слечить копию. Второй месяц, ответа нет. Ну и что самое интересное, что я здесь увидела, у меня прописан стаж, трудовой стаж, согласно трудовой книге, которая здесь имеется, в этом деле. Но общий стаж, итого, ноль лет, ноль месяцев, ноль дней. Я сказала, что это нетка была, что ли? Так получается. Не работало ничего. А то, что в Советском Союзе было за тунеядство уголовная статья, нудительная работа всех. Мы все работали. И на каком тогда основании частная компания, под названием Пенсионный фонд, частная компания РФ, выставил меня тунеядкой. Я читался в Министерстве труда США, что русские тунеядцы не работают. Они только получают пенсионное пособие, именно пенсионное страховое пособие. Не пенсию, ничего, а страховое пособие. Я слечила с другим номером дела, которое я получала полтора месяца, года назад. В нем разница есть в количестве страниц, в том числе. Здесь у меня 52 листа, здесь 53 листа, ну на один лист. Ну, в том числе и разные документы внутри есть. Вот это тоже интересно. Но отчетов, по-моему, снился. Нет. Ни отчетов, ничего нет. Какие там денежные средства проходят? Что там делается с моими, лично моими, денежными средствами по Снилсу? Где деньги? Где? Отчет где? О моих опекунах, где отчет. У меня их тут 15, пенсионный фонд мне предоставил. Мне список надо. И что они сделали для качества моей жизни. Копейский пенсионный фонд заводит кузнецов. Но что самое интересное, в едином госприятии юридических лиц ни один город не значится. Только Челябинский областной пенсионный фонд. И согласно указу президента, подписанного всю, от 3 июля 2020 года, указ президента номер 445, мне должны пересчитать пенсию по законам Советского Союза, так как частная компания РФ ввела на себя обязательства по угражданам Советского Союза. Да, я гражданка Советского Союза на территории РСФСР по факту моего рождения. И в частную компанию РФ я не вступала. И не выходила из гражданства Советского Союза. У меня есть документы, подтверждающие об этом. Здесь вот есть ссылки на законы, на все буквально. Но почему-то пенсионный фонд молчит. Сроки все прошли. Но ответов нет. Это опять надо будет сейчас связываться с прокуратурой, с полицией. 140-ю статью Уголовного кодекса частная компания РФ никто не отменял. Но, видимо, плохо работает полиция или прокуратура. Потому что и туда, и туда я писала заявление. Они никого не отшаповали, ничего, нигде. Видимо, фонд города позволяет иметь таких вот людей. Они взимают деньги с таких вот, которые нарушают законодательство. Частная компания РФ. А деньги я просила высчитать данные граждан и отправить данные средства в учет города или области. Мне все равно. Но чтоб данных людей наказать за нарушение закона обращения граждан. Вот это очень интересно. Почему законы не работают? Или люди вообще не перестали работать на данной территории? Как Копейский городской округ, как Челябинск. И они перестали работать. Им некогда, и неохота. А зачем им работать? Зарплату получают. Хотя слово зарплата – это заработанная оплата труда. Какой труд они сделали? Какое движение они сделали вообще? Да никакого. За что им платят деньги? Вот тоже непонятно. За что? И на каком основании они получают заработную плату? Когда работа никакая не ведется. Я очень просила бы Следственный комитет, прокуратуру, прокуратора, который не знает, где находится, но числится в Челябинской области, заняться данным вопросом. Заявление завтра будет у вас на сайте. И принять срочные меры к этому нарушению законодательства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...